Габриэль Эденонца – итальянский писатель, поэт, драматург и политический деятель, член Королевской академии французского языка и литературы Бельгии. Биография Рапаньетта родился 12 марта 1863 года в городе Пискаре в итальянской провинции Абруцца. В 11-летнем возрасте поступил в привилегированный колледж Чиканини, рано открыл в себе поэтический талант. В школьные годы издал сборник стихов, тираж которого раздал одноклассникам и педагогам. Однако эфирные перси, на которых проходит вся ночь и варварская эпоха от поцелуев, насторожили учителей. Собрался административный совет и дело шло к исключению. Но поскольку юный и талантливый автор, в общем-то, был симпатичен всем, он отделался строгим предупреждением. Но и позднее в своих романах, стихах и драмах Денунцу отражал дух не только романтизма, героизма и патриотизма, но, равным образом, эпикурейство и эротизма сильно повлиял на русских акмиистов. К началу Первой мировой войны был наиболее известным и популярным итальянским писателем. Находился в близких отношениях с Луизой Казати и Леонорой Дузе. Итало турецкой войне за Ливию Денунца посвятил цикл стихов «Песни о заморских подвигах». В 1915-1918 годах Денунцу участвовал в боях на фронтах Первой мировой войны, вначале в авиации, затем в пехоте, дослужился до майора. После войны стал одним из лидеров националистического движения, связанного с фашистскими организациями. С 1919 года поддерживал Муссолини, возглавил националистическую экспедицию, захватившую 12 сентября 1919 года хорватский портовый город Риеку. Итальянцы, равно как и венгры, именуют этот порт Фиум. Присвоив себе титул «командант» Габриэль Денунца стал фактическим диктатором республики Фиуми. Командант Денунца поставил своей целью превратить многонациональную Риеку в террорентель джи-италиана. В период оккупации Риеки были опробированы многие элементы политического стиля фашистской Италии. Массовые шествия в черных рубашках, воинственные песни, древнеримское приветствие поднятой рукой и эмоциональные диалоги толпы с вождем. В декабре 1920 года в связи с решительным требованием «Мантанты» итальянское правительство вынудило Денунца и его отряд покинуть Риеку. Денунца приветствовал военные акции итальянского фашизма, прославлял его колониальные захваты, хотя в 1921-1922 годах, и пытался создать собственный центр политической силы, конкурирующий с фашистским. При фашизме в 1924 он получил титул князя, в 1937 возглавил Королевскую академию наук. Писатель скончался от апоплексического удара 1 марта 1938 года в своем поместье Виттериале на озере Гарда в Ломбардии. Режим Муссолини устроил ему торжественные похороны. Денунца и Россия Русский читатель познакомился с творчеством Денунцуа в 1893 году. Первой ласточкой стал перевод невинного, выполненный М. Ивановым. Вскоре же лучшим переводчиком Денунца на русский язык стал Юбал Трушайтис, будущий литовский дипломат. На рубеже двух столетий популярность писателя в России приняла характер настоящей мании, отмеченной потоком статей и лицензий, выходом в свет полного собрания сочинений Денунца, обилием театральных постановок и появлением экранизаций. В дальнейшем интерес к творчеству Денунца в России упал. Во многом это произошло под влиянием хорошо привившегося на русской почве итальянского футуризма. Во Франции Денунца также дружил с русскими иммигрантами, поддерживал дружеские отношения с Дягилевыми, восхищался талантом таких людей, как Игорь Рубинштейн и Леон Бакст. В сотрудничестве с ними Денунца поставил свою мистерию мученичества святого Себастьяна. Кроме того Денунца посвящено стихотворение Насгумилева. Ода Данунца, произведение, романы, трилогия, романы Розы, Ил Пиасер, 1889, экранизация П. Чардынина, 1915, Джованни Епископа, Линна Сенти, Ил Триумфа, Дела Морт, Ле Верджини, Дела Рокс, Ил Фуока, Форс Чоси, Форс Чоно, Ла Леда Сенза, Сигно, Трагедии Ла Ситта Морта, Ла Джо Кондо, Франсиско Даримени, Лешипи, Линфиамма, Ла Фиглия Диджория, Ла Фиакала, Сотта Ил Могия, Ла Неев, Федра. Сборники стихотворений Прима Верканта Нова, Пама Парадайзяка, Лоди Дел Сьела, Дел Мар, Дел Латера, Йозегли Эры, Мая, Электра, Алсион, Мероп, Астероп, Ота Аланасион, Серба, Автобиографические работы Нотитерна, Лефавил, Дел Моглио, Лесента, Есента, 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 Пагин, Дел Лебро Сегрета, Ди Габриэл Данунсио, Тентата, Ди Марира Лебро Сегрета. Переписка Данунса была опубликована посмертно. Библиография 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 И.С.С.Н.0 205-9606 Плотников Плотовской роман Габриэля Данунса Журнал C.I.J.R.C.L.E.Н.3 2004 Кавалил М. Габриэля Данунсо В России Книга Исследования Материалы 1999 В.И.Б. 76 Ч. Д. М. Килис Данунсо В русской культуре Начало века Из истории международных связей русской литературы С.П. 2000 С. От 281 до 315 Чеколовка Данонса на российской сцене. Рубеж двух столетий. Новые российские гуманитарные исследования. 2008. Номер 3. Чеколовка. А. Блок. Брюсов. Спорт двух франчосок. Шахматовский вестник. ВИП. От 10 до 11. М. Наука. 2010. С. А. 427 до 439. Шварц Е. Габриэль Данонса. Крылатый циклоп. С. П. Б. Витанова. 2010. С. 528. А. С. Б. Н. 970. 5. 938. 98. 291. 8. Награды. Офицер военного ордена Италии. Кавалер военного ордена Италии.